Вопрос, в общем-то, один. На ваш взгляд, в чем причина переноса видеопрограммы Каннского фестиваля в Москву? Причина одна очень простая. Кризис, нехватка денежных средств. Не смогли найти достаточное финансирование, чтобы привезти достаточное количество гостей для проведения именно видеочасти фестиваля. Она самая массовая по количеству привозимых гостей, потому что это и конкурсные, и конкурсанты, и жюри, и плюс еще кураторы спецпрограммы. Но это минимум человек 50. А привезти 50 человек из, скажем так, европейской части России в Центральную Сибирь, это стоит недешево. Вот, соответственно, Москва на 4,5 тысячи километров ближе к Европе, чем Красноярск. Только в этом причина? Да, да, да. Очень надеюсь, что в будущем году совместными усилиями и нашими организаторами, и глава города Каннск Надежда Николаевна Качан выказала, собственно, желание на будущий год помочь всеми усилиями, чтобы видеочасть, опять же, состоялась в Каннске. Вот, так что будем в этом году, к сожалению, довольствоваться малым, но честно могу сказать, что программа очень насыщенная, хоть три дня, но она очень насыщенная. Мы привезем известных литераторов, которые будут читать свои пьесы, ставить их в Каннском драматическом театре, будут встречаться на публике, с публикой в библиотеке. И в воскресенье 28-го числа пройдет первый Каннский слэм, победитель которого, ну, мы пока это не анонсировали, но, тем не менее, вот такой анонсик, победитель которого автоматически станет участником всероссийского слэма. Это битва поэтов. Вот, так что будет много всего интересного, хоть три дня, но будет. Павел, вот на ваш взгляд, будет ли пользоваться спросом вот сейчас Каннский фестиваль именно в Каннске, учитывая, что там осталась только литературная часть, архитектурная часть, но нет видеочасти? Вы знаете, ну, что, вот, давайте, давайте уточним вопрос, что значит пользоваться спросом? Поедут ли люди в Каннск? Вы раньше из Красноярска очень много людей приезжали именно на видеофестиваль, а вот что сейчас будет? Вы знаете, в том году очень много людей приезжало на литературную часть. Да, именно посмотреть воочию, пообщаться живьем со звездами, скажем так, нашей литературной сцены. И в этом году, я думаю, интерес будет не меньше, и Роман Сенчин, Дмитрий Данилов, там достойные люди, поверьте. Ну, из нашего разговора я уже понял, что в следующем году вы все-таки будете планировать проводить фестиваль полностью в Каннске. Да, да, мы планируем сделать все возможное и невозможное, но опять же, загадки не бывают богат, время покажет. Вот, но и в этом году мы планировали этого не делать, но вот, к сожалению, до последнего момента, скажем так, до начала июля месяца, мы все-таки надеялись, что что-то еще произойдет волшебное. Но вот, к сожалению, волшебства не случилось. Я так понимаю, это край, да, все-таки с деньгами как-то подкачал? Нет, я не могу сказать, что край подкачал. Нас поддерживает Министерство культуры Красноярского края. Ну, может быть, вы знаете, может быть, мы бы хотели, чтобы нас поддерживали чуть в большем объеме, потому что за последние, ну, не знаю, особенно вот 8 лет объем финансовой поддержки, несмотря на инфляцию и на все, и на то, что фестиваль увеличился в разы, да, он не изменился. Он как и был, так и остался на прежнем уровне. Если, ну, опять же, я не могу этого требовать, да, я могу просто спросить, но я понимаю ситуацию в крае, что все-таки кризис, и первоочередные задачи – это не проведение каких-то там фестивалей, а скорее социальная политика или что-то, ну вот. Что-то, что нужно, более востребовано сейчас с людьми. Поэтому, ну, будем надеяться, что мы все переживем эти кризисные времена, все наладится, и вот. Ну, честно могу сказать, мы никогда для нас бюджетные источники финансирования для Международного Каннского фестиваля не были основным источником финансирования, потому что вот идут сейчас обсуждения в соцсетях и так далее, вот зачем такое делать за госденьги, когда кризис. То есть, честно, никогда это не делалось в полном объеме за госденьги, даже половины финансирования никогда не было, и половины финансирования, чтобы оно было бюджетным. Существенно меньше половины.